Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом в соц сетях. А я проголосовал, а чё у меня становится? Это шок. Помните того на финике, бешеного, три семерки? Знаете, сколько прошло? 15 секунд. Хорошо, вы не видите знак, что у нас разделяет газон? Вот этот газон. Хорошо, если вы знак не видите, если знак развернуть, поменяется его вектор действия. Нет, нельзя. По ПДД по правую руку должен стоять. Ну тогда поближе тогда. Не-не-не, и вот ещё, что на переход, у нас только тротуары соединяет в стране, больше ничего. А вот ещё газон, который разделяет тоже только тротуары, но ещё дублёр и основную дорогу, но здесь вон дорога, вот дублёр. Хорошо, что будете знать. Всего доброго. До свидания. Давай сфоткаем. Вы проехали знак пешеходной зоны. А здесь жизнь парковка была? Не было её никогда, не было знака. А вы что? А вы что? А здесь жизнь парковка. Правда? Да. Не понятно. Не понятно. Вот позади вас сейчас ещё кто-то заезжает. Не понятно. Не понятно. Если он не заметил знак или заехал и действительно смотрит наше видео и за нас болеет, ну хорошо. Но из-за спать помеха долго не пришлось. Тяжёлые таблетки? Да. А чё? Полтонны? Да. А чё ты? Знаем, знаем прекрасно. Вот это исключение из ваших правил дорожного движения. Открываете, дочитываете до конца. Все пункты. А у меня... Там был тротуар, там был пешеходная дорожка, но не зона. А мне доставка. Да. Вы ставите здесь и тащите свои таблетки. Нет, я приеду, как у меня положено доставка, я доставляю. Вот. А также можете вдоль проезжей части припарковаться и спокойно принести свои корабульки. Корабульки? А чё? Читать имеешь? Читать имеешь? Да. Читать имеешь? Да. Да. У меня доставка. Пусть, скажи, секунду. Открывай. Дружище, когда не таблетки? Пусть таскать? Я тебе дам таблетки. Вам ещё раз говорят, что... Люди болеют. Это исключение ваших правил, которые вы ставите. Послушай меня. Ты, не дай бог, завтра заболеешь. То есть вы сейчас больше времени потратите, прежде чем доставите свои коробки? Вот смотри. Ты нормальный человек? Ты завтра, не дай бог, заболеешь или ты, не дай бог, твои родные? А ты меня уже здесь держишь пять минут. Люди ждут, бля, интернет-заказные рекоменции. Ты меня с вами опускаешь. Минута запись. Минута, понимаешь? У меня их семьдесят аптек. А вы сказали, что я вас держу пять минут. Ну я выразился образно. Я сейчас бы проехал, с кем-то бы там было. Очень образно выражаясь, вы ссылаетесь на правила, которые как раз этот знак не даёт вам права ездить здесь. Не даёт. Да читайте до конца. Мы вас просто просим открыть... Вы вообще работаете здесь? Да. Мы вас просим открыть правила. Даже нельзя. И убедиться в этом. Да-да-да, правильно. То, как вы не уйдете. А что я? Ну ты вызовешь? Да. То есть вы даже не собираетесь здесь по правилам? Вы просто... Я ищу по правилам. А, ну вот тогда, пожалуйста, соблюдайте правила. Паркутся и тащите свои карабанки. Я в таблетку тему. Ты вообще где-то работаешь, я? А, какая разница? Не, ну подожди, ты понимаешь, ты с ними не работаешь, ты не мозг компасируешь. Я работаю. Так вот, я работаю или не работаю? Вы получили какой-то ответ для того, чтобы этого утверждать? Не-е-е-е. Если бы ты работал, как я, допустим, ты бы не стоял целый день здесь, да, и делать нечего, снимал. Правильно. Быстрее бы уехал бы. Да. Больше времени потратиться. Чем заняться нехал? Ну нечего. Мы уже поняли ваше мнение. Мы уже поняли ваше мнение. Все, мы вас поняли. Все, мы вас поняли. Езжайте, везите таблетки. Поэтому тоже, да, ты чекушку возьмите. А ты мне поставь. На. А, на. Жадный. Я смотрю, он уработался, поэтому уже две свои корабульки дотащить до своей аптеки не может. А если бы у него была возможность заехать на автомобиле прямо в эту аптеку, он бы прямо там и заехал, и разгрузился. Вот насколько лень человеку. Вот смотри, они нашли место и сейчас понесут свои тонны таблетки. Вот из-за этой корабульки они мне садились на уши. Ребята злоупотребляют своим правом и также показывают другим людям пример, что здесь можно ездить и парковаться. Поэтому надо их ставить в известность о том, что не имеют права. А он есть? Его сюда надо ставить. Нельзя его ставить. Давайте пройдем вон туда, от пешеходного перехода. посмотрим на этот знак я журналист и не права показываете корочку зачем покажите поруч зачем на лист зачем не на как он на каком основании вы меня снимали еще раз говорю я с какой конституции снимаю 9 так и что она говорит свободное какой вы журналист покажите корочку если вы журналист не сейчас ничего чего вам это надо на какой организации вы работаете для чего вам это надо извините какой-то прохожий меня снимает я вас ни разу не снимал снимают девушек на дороге еще раз говорю зачем вы меня лично снимаете мне не нравится вы снимаете нарушителей и нарушает даже если ваши права нарушают вы вызываете полицию сейчас устанавливаете всех кто нарушает ваши права я сейчас не нарушила ни права не не я говорю если ваши права сейчас нарушают звоните полицию и говорите что нарушает ваш прав и все я еще раз говорю я никому ничего не нарушала вы говорите вы снимаете нарушителей звоните полицию потому что я смотрю вы со стороны меня снимаете меня это раздражает если честно ну и хорошо что вас раздражает это очень приятно что вас раздражает мы в ваших очень каловат итак приехала полиция за то что девушку фиксировали на камеру нет это не постанова не прикол не монтаж это взрослый человек который как-то накопил на машину которому кто-то выдал права который может пойти в магазин купить себе одежду и не умереть от голода но он не знает что в общественном месте можно вести съемку и это был ложный вызов но ее по ложному вызову не оформили я не понимаю как взрослые сознательные люди могут существовать не зная таких базовых обычных вещей боритесь с хамсом начинайте себя подписывайтесь на канал но это это уже за грамм подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии и делитесь роликом в соц сетях подписывайтесь на канал